А ты сейчас не считаешь, что ДНК детерминирует как-то жизнь человека, вообще самого человека? Нет, разумеется, детерминирует, но вот этот вопрос... Я не про конкретную книгу, я понял таких взглядов, чтобы я в принципе определить позицию твою. То есть ты считаешь, что врожденные факторы, они значимы, как минимум не менее значимы, чем приобретенные, чем социальный конструктор? Вот этот вопрос nature против nurture, среда против врожденных качеств, он настолько сложный и запутанный. Потому что определенные качества, они раскрываются только в определенной среде, при определенном воспитании и так далее. Миша, это все здорово, но это на самом деле действительность между правыми и левыми. Это... Ну, я не уверен, что... Ну, в современном понимании. Но для тебя, может, да, а для каких-то других людей нет. Я не думаю, что вот в этом вопросе искусственного и врожденного, врожденного и приобретенного, я не думаю, что мы можем в нем разобраться настолько, чтобы выдавать какие-то четкие, близкие к истине суждения. Вот в чем проблема. Ну, я почему думаю, что это и есть основа разницы между правыми и левыми, потому что если мы говорим, что суть всего это социальный конструкт, то все, как бы, такие классические правые темы, они... Тот же национализм, даже здоровый, да, он не имеет никакого смысла под собой в этом случае, я про этнический национализм. Поскольку у тебя, в принципе, тогда неважно, кем ты рождаешься, просто всегда кем тебя воспитают, да, то есть, ну, в каком тогда, не знаю, в родстве может как в каком-то значимом факторе идти речь, о какой тогда ментальности как в значимом факторе может идти речь. Да, это все, да, то есть это сразу накрывает все правые вещи. И наоборот, и наоборот, если у тебя есть, как бы, ты... Накрывает их хорошо. Ну, так это говорит о том, что ты спустился в левую сторону, да. Нет, в реальности оно, конечно, не накрывает. В реальности, естественно, врожденные факторы, на мой взгляд, доминируют. Приобретенные тоже есть, но врожденные просто более значимые. Я к тому, что видишь, это и есть ракеты между правыми и левыми. Я вот про что говорю. Для тебя можете так, а кто-то другой тебе скажет, что ты левак, потому что ты не анкап. Естественно, нет, нет, а кто-то скажет, что... Представление анкап на левом. Окей. А кто-то тебе скажет, что ты чернокожий, потому что, я не знаю. А просто потому. Это тоже логика. Что касается нации, то, разумеется, нация это абсолютно социальный конструкт. И, в принципе, это представление, которое сегодня доминирует и в исследованиях национализма. И, в принципе, но здесь ты просто, видимо, ошибаешься в том, что у тебя представление о том, что значит социальный конструкт, оно такое как бы карикатурное. То есть ты, видимо, подразумеваешь, что социальный конструкт – это такая штука, которую ты можешь там, типа, передумать и по щелчку пальцев изменить. Абсолютно нет. Социальный конструкт – это очень жесткие в реальности вещи, в которые люди рождаются, на которые люди не имеют прямого влияния, которые абсолютно не меняются по щелчку пальцев. Но конструкты остаются конструктами, потому что это та социальная реальность, которая создается в процессе развития и существования общества. То есть если мы представим себя как какую-то ситуацию в действительности близкую к природе, скажем, где люди живут какими-то семейными сообществами, племенными сообществами, то там этого не будет. Там не будет наций, там не будет даже представлений об этничности, там будут совершенно другие вещи. И представление о нации, оно было сконструировано только в 18-19 веках, и это был результат очень длительного и сложного социального развития. Окей, ну давай я с тобой позволю себе не согласиться. Наверное, по всем пунктам. Ну, во-первых, по поводу того, что социальный конструкт, что это нечто такое очень устойчивое, что нельзя изменить. Во-первых, я думаю, что да, какие-то вещи в социальных конструктах могут быть устойчивы. Я не считаю, что это прям по щелчку пальцев. Но, конечно же, социальный конструкт, в отличие от чего-то, что у тебя детерминировано ДНК, конечно, социальный конструкт изменить можно, если очень захотеть. Ну, я, например, тому относительно живой пример, потому что я родился в абсолютно русско-советской семье. То есть у меня и мама, и папа евреи, но на слово еврей-то в семье не произносилось. И меня воспитывали в абсолютно, скажем так, российской ментальности и, скорее, даже русской. У меня вся семья, кроме матери с отцом, все наши родственники, они уехали в Израиль. А именно мои родители, там были свои на это причины, они решили остаться. И, конечно же, я воспитывался в этом теперь. То, что я в довольно зрелом возрасте, уже мне было за 20 лет, когда я стал увлекаться еврейской тематикой, почему я стал увлекаться и так далее, да, это все было связано как раз с моим социальным конструктом, да. И в итоге я изменил тот конструкт, в котором я жил до этого. Но я его изменил, не по щелчку пальцев, но, конечно, изменил. И да, это можно изменить. Теперь, я бы это не стал менять, не будь вот этого врожденного фактора, не роди себя вообще евреем. То есть, ну, я вообще-то не заинтересовался еврейской темой, вообще, мне в это было бы далеко. И самое главное, я не почувствовал бы какой-то ментально кровной близости с людьми, с которыми я потом столкнулся, когда там сюда пришел условно в синагогу, назовем это так. Ну, вот. Это по поводу социального конструкта, да. Конечно, социальный конструкт может меняться. Сейчас, да, и по поводу этого. Оказывается, левак, потому что, оказывается, можно менять эти вещи, да. Социальный конструкт, конечно, можно левать, менять, естественно. Левать тоже. Врожденные вещи нельзя, социальный конструкт можно. Я об этом и говорю, это ты говорил, что это что-то такое очень устойчивое. Теперь второе, что ты говорил. Так, что произошло? А, у меня интернет упал. А, мы уже не в эфире? Так, сейчас в эфире вернулись. Сейчас в эфире. Да, а второе, что ты говорил, напомни, пожалуйста, Миша. Нет, ну я в основном говорил про это, но... Нет, 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 после социального конструкта что-то еще, ну там было про что-то важное, ты сказал. Вот после того, что... Блядь, ну напомни, что я был аренит. Ухрен, охрен, он знает. Слушай, ну, смотри, просто... Сейчас, 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 ты что-то сейчас, погоди. А, когда сформировалась нация, вот, вот что ты говорил. Ну, я слушаю, я в маразме, но не настолько. Когда сформировалась... В XIX веке, да. Ну нет, смотри, что ты понимаешь под понятием нации. То есть, это вопрос твоего понимания слова нация. То есть, если мы говорим о нации как некой... Вот, что ты, еще раз, что ты понимаешь под понятием? Если мы говорим о нации как о неком... Как о некой этнической общности, да. Зачастую там связанность с какой-то территорией, а может быть и не связанность с территорией. Подчеркиваю, общность этническая, которая подчеркивает эту этническую общность. Да, и подчеркиваю, и на основании этой этнической общности есть какая-то общность идеологическая, которая выходит из этой этнической общности. То есть, то есть... Но нация это не просто этническая общность. А что это тогда? Это также политическая общность, это представление о неком политическом сообществе, члены которого наделены определенными правами, которые принято называть гражданскими правами. Ну, замечательно. В этом случае нация была у древних евреев, в этом случае нация была у древних ассирийцев, в этом случае нация была у древних финикийцев. Ну, нет. Я понимаю... Я не думаю, что она была у древних финикийцев, потому что нация – это подход, который, ну, противоречит тому подходу, который был ранее, а ранее был подход, который предполагал, что люди делятся на определенные сословные и религиозные группы. Нет, ну, нет. Ну, где-то да, смотри, ну, погоди. Такой подход и вправду какое-то время был в Европе, это правда. Но говорить, что он был все время в мире, он все время доминировал, мы и сейчас можем к этому подходу, сейчас отчасти возвращаемся. То есть это же как бы, скажем так, в этом плане различные подходы к идентичности, они крутятся. Что он продолжает доминировать в мире и большинство стран, которые... Сложно сказать, но это какой-то вопрос идентичности, вправду, как кто воспринимает свою идентичность, кто я, там, я не знаю, я русский, или я, там, не знаю, я рабочий, или я женщинка, или там, кто я, да? Вот, там, я мама, я папа, сын, дочь. То есть это вопрос самоидентификации, да, вот этой... Как раз вот в данном случае можно говорить про пирамиду угнетения, это смешно, а вот про пирамиду идентификации можно, кто я в первую очередь. Это да. Да, но национальность, как вот именно то понятие, которое классическое, которое ты описал, конечно, оно существовало еще в древнем мире. Ну, естественно, слушай, ну, у римских историков-то, когда они пишут о римском народе, да, особенно если мы берем самых таких древних, да, там, не Дион Касси, а какие-то, да, более классические вещи, ну, там, ну, этого, они описывают нацию. Если мы говорим, берем про, если мы берем Библию, да, то евреи описываются, по сути, тоже как нация. То есть, я говорю сейчас даже не про эти книжи Моисея, не про Тора, а прежде всего про Танах, да, ну, конечно, там, очевидные национальные вещи, там, показано, как эта нация формируется, как она формируется из различных составных этой нации, там, 12 колен, там, какие-то колены объединяются, там, какие-то отпадают, ну, и так далее. Одно присоединяет, там, другое колено и тому подобное. То есть, эти вещи, они были, ну, я к чему говорю, я к тому, что... Это не нация, это такое религиозно-племенное сообщество. А в чем разница? В чем в своем случае тогда будет разница? На представление о нациях в современном смысле, оно, вот, реально появилось не раньше 18 века. Хороший тейк, вот, про римлян, да, это действительно. Так, и большую часть истории до этого представления о неком политическом сообществе, где вот есть граждане с определенными правами, оно было, но оно доминировало только в рамках полиса. То есть, это вот Рим, это Древняя Греция, это средневековая Италия, да, с городами, республиками. Да, там вот это представление было, но оно не распространялось, скажем так, за границы сообщества больше вот этого самого городского. Ну, там, некоторые люди, вроде Макиавелли, они, конечно, мечтали там об объединении Италии и так далее, но в основном вот это вот представление, оно было в границах полиса. И суть вот этой революции там и психологической, и практической, которая произошла в 18-19 веках, она заключается в том, что вот это вот представление о гражданском сообществе, оно вышло за пределы города и распространилось на целые страны. Вот такие, как Америка, такие, как Франция, такие, как Англия и так далее. Миш, я понимаю, откуда ты черпаешь эту свою позицию, но я просто с ней не согласен, и возле это она ошибочная. Блять, опять что ли? Блять, опять упали, пиздец. Вернулись? Ну, вроде, вроде да, 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 вернулись, да. А сколько нас народу сейчас слушает? Шестьсот, шестьсот человек. Это мало по моим меркам. Ну да, не густо. Ну да, короче говоря, Миш, почитай просто различных римских историков, я не буду тебя агитировать читать в Танахе, но просто в Танахе тоже очень ярко выражено видно. Ты не сможешь, просто я тебе объясню, ты не сможешь провести четкую грань между нацией, как ты ее объясняешь, как она, по-твоему, сформировалась в 19 веке, и нацией, которая там была у древних евреев, вот как они себя осуществляли нацией. Ты не увидишь этой разницы. И там, и там государство. И там, и там есть некая политическая составляющая. И там, и там есть этническая ярко выраженная составляющая. Ну там, я не знаю, ну просто ты читаешь какую-нибудь историю про Самсона, ну и ты видишь там прямое, ну как бы прямое, вот как вот что-то нация. У них еще даже государство, то есть они вот формируют свою государственность, формируют на тот момент, феодальная раздробность, да. Понятно, что это предание, понятно, что это, скажем так, могут быть не совсем исторические документы. Он описывает видение людей того времени, как они тогда, скажем так, ощущали друг друга, жили. И ты понимаешь, что вот есть две нации, которые воюют, 100% нации. Одна более, скажем так, аморфная, да, поскольку такая более заточенная на включение в себя других наций, как раз более на гражданский национализм. Другая более на этнический национализм. Я имею в виду, что евреи более, конечно, на здоровый, на этнический национализм. Там филистимляне более на гражданский национализм. И вот они столкнулись, поскольку там филистимляне пытаются там контролировать евреев. Вот идет, начинается вот эта борьба. И там, и там ты видишь, что это нации. Ты видишь, вот все те признаки, которые ты описал, они есть в этом рассказе, в этом повествовании, которое было там условно написано 2,5-3 тысячи лет тому назад. Исходя из этого, вот вся теория, о которой ты говоришь, она не верна. То есть они не живут там в одних городах. Я не знаю, вот у него единое чувство сопричастности, чувство национального и политического единства. У чувака из какого-нибудь Бетлехэма есть чуваком, я не знаю, из Рошпины. Это разные абсолютно города. Они на очень большом расстоянии. Но когда Бетлехэм начинает пиздить, чувак из Рошпины, это с другого конца страны. Это вообще условно называемое другое удельное княжство. Он идет его спасать. Почему? Потому что у них вот это есть чувство национального единства. И это вообще никак не укладывается в то, что ты говоришь, что это зародилось только в 19 веке. Ты воспринимаешь историю древнего мира просто через призму тех современных представлений и аналогий, которые у тебя есть. Это, кстати, хорошая иллюстрация того, как на практике работает тот самый социальный конструктивизм. То есть он работает так, что у тебя есть заложенный в голову некий привычный фреймворк. И ты сквозь него воспринимаешь все остальное. Но, тем не менее, то, о чем писали римские авторы, то, о чем писали греческие авторы, то, о чем писали итальянские авторы, это сегодня называется не национализмом, это называется республиканизмом. То есть ты можешь назвать это как угодно, хоть, я не знаю, ты можешь назвать, там, не знаю, это хоть марсианской литературой, да ради бога. Но, по сути, ты не можешь провести, во-первых, между этим границу, а во-вторых, я просто хочу важное дополнение. Я воспринимаю эти истории, я не хочу давить именно на еврейскую составляющую, можем про римскую поговорить. Можем поговорить, кстати, про греческую, про карфагенской культуре, а пунической нам мало что известно. Неважно, практически любую более-менее исследованную античную культуру. Я прежде ее воспринимаю через те комментарии и через те пояснения, которые писались об этой культуре, о тех культурах, да, в средние века, в конце античности и так далее. Я смотрю на это не своим взглядом, я не оцениваю как раз, я не то, что, не знаю, древние евреи кого-то мочили, или кто-то мочил древних евреев. Я как раз не оцениваю эти жестокости с точки зрения современного мира, потому что я понимаю, что тогда мир был другим. Но я оцениваю то, что тогда происходило через глаза, через пояснения либо современников, либо тех, кто жил точно до 19 века. И отчестно сравнивая это с тем, что говоришь ты, я не вижу разницы в понятии национализма. То есть я понимаю, что у тебя по формальному признаку, как говорится, в учебнике написано, значит это так, да, национализм зародился в 19 веке. Но если мы говорим по факту, то мы можем видеть, что национализм зародился намного раньше. И говорить о том, что национализм – социальный конструкт. Мы же с этого с тобой начали вот эту историю, да, про национализм. Но я не могу так сказать. То есть я понимаю, что вообще все нации, как бы они формировались через смешение и тому подобное. Это довольно очевидно, да. И элемент социального конструкта, конечно, здесь был. Конечно. Но в какой-то момент, когда это формируется, образуется национальная культура, национальная идентичность, национальная ментальность, это уже не становится социальным конструктом. То есть это уже становится определенным врожденным фактором, который передается, да, наследуемым фактором. Отрицать который, ну, нельзя. Который прям проявляется в самом разном. Где-то в генетических заболеваниях, опять же, я могу, если мы говорим про евреев, да, где-то это проявляется в генетических заболеваниях, а где-то этот же фактор, наоборот, способствует какой-то там повышенному IQ. Вообще есть такая, ну, я сейчас не хочу в это уходить, есть одна очень такая интересная болезнь у евреев-ашкеназов. Вот. И она очень неприятная, она наследственная. Вот. И она обычно случается, когда там и мама, и папа евреи у ребенка. Вот. Но там при определенном, как бы, при определенном стечении обстоятельств, это может, вот этот ген, который, да, отвечает за то, что вот эта болезнь проявится, он может так, как бы, передаться, что у тебя будет прям эта наследственная болезнь, и тогда тебе пиздец. А может передаться таким образом, что у тебя будет, по сути, врожденный иммунитет к туберкулезу. Это все, по сути, один и тот же ген. Ну, там, да, один источник у этого всего. И какое из этого, как бы, какое из этого следствие? Что понятно, что на каком-то этапе этого гена не было. То есть он где-то в каком-то этапе сформировался. Но когда он уже сформировался, когда вот эта наследственная вещь сформирована, это уже никакой не социальный конструктор. Это врожденная вещь, которая влияет, определяет очень сильно жизнь людей. Потому что если ты там заболел этой наследственной болезнью, то тебе очень плохо будет. Одновременно с тем, если у тебя там, не знаю, в среднем веке, в новое время особенно, есть иммунитет, так сформулируемый, иммунитет от туберкулеза, то тебе вот прям несравнимо лучше жить со всех точек зрения в обществе. Даже не с точки зрения, что ты не умрешь. У тебя производительность труда выше, потому что ты там меньше устаешь, у тебя там больше жизненных сил, у тебя больше мотивации чего-то достигать и так далее. Это все врожденные вещи, которые влияют. Влияют на что? Влияют на то, какие будут результаты твоей жизни. Мы, Миш, смотри, давай про что мы говорим. Мы, по сути, с тобой последний раз в полчаса говорим о врожденном и приобретенном, что более важно. Я так это понимаю. Какое влияние твоя сопротивляемость к туберкулезу имеет к тому, насколько ты еврей? Моя сопротивляемость к туберкулезу имеет прямое влияние на то, если мы говорим не про современное время, а про времена, когда не было никакой прививки и подобного. Это влияет на то, сего ты добьешься по жизни. А у евреев эта сопротивляемость в среднем была выше. Слушай, ну это какой-то чек-лист, на сколько ты еврей, ответь на 100 вопросов. Если у тебя сопротивляемость к туберкулезу. Ты не очень понимаешь, Миш, что есть врожденные вещи. Ты понимаешь, что такое ДНК, правильно? Есть ДНК. Есть врожденные вещи. Врожденные. Ты просто с этим родился. Иммунитет от туберкулеза, вот это ты с ним родился. И у евреев, я как пример, может быть не про евреев, а про другие национальцы. Просто понятно, что я говорю про то, что я больше знаю, что мне ближе. У евреев в какой-то момент, у евреев ашкеназов конкретно, это было более развитое. Вот эта вещь была. И сегодня, когда многие исследователи говорят, какая причина, что у евреев среднее было выше IQ, что они больше достигали и тому подобное. И говорится, какая у этого могла быть причина. Могла быть причина социального конструкта, несомненно. А именно то, что евреев преследовали, таким образом тренировали, вырабатывали желание достигать чего-то большего, сопротивляться внешним факторам и тому подобное. Да, скорее всего, да. И была врожденная причина. Врожденная причина заключалась в том, что, например, у евреев был высший иммунитет к целому ряду заболеваний, которые были тогда очень распространены, которые снижали эффективность человека на протяжении жизни. А у евреев, соответственно, к этому был иммунитет. И это врожденная вещь. И это вопрос просто, что на жизнь человека больше влияет, врожденная или приобретенная. Мы об этом же с тобой говорим. Понимаешь? Я думаю, что в моем мнении, я думаю и подчеркну, что я и вижу в этом сегодня основное разделение между левыми и правыми, что в основном влияет, основа это что важнее, приобретенные факторы либо врожденные. Я считаю, что врожденные. Что тот же даже социальный конструкт, который формируется всем веками, он в итоге у тебя переходит в некую уже врожденную форму. То есть условно вот какое-то желание, я не знаю, желание чего-то добиваться, да, и умение держать удар, да, на какой-то момент у евреев стали глобально, наверное, уже какой-то врожденной характеристикой. Хотя, наверное, изначально такого и не было. То есть в любом случае врожденные факторы, по мне, они доминируют над приобретенными, над социальным конструктом. Слушай, ну а мне как раз кажется таким хрестоматийным примером социального конструктивизма, вот формирование вот этого мифа о том, что евреи какие-то особенные на протяжении истории чего-то там активно добивались и в лучшую сторону отличались, да, я думаю, что это скорее миф, это один из тех мифов, которые цементируют существование вот этого сообщества. И если бы врожденные факторы в этом смысле были чем-то основным, то я думаю, что как бы евреи-ашкеназы, евреи-сефарды представляли бы собой какие-то две очень разные нации и два очень разных народа. Но, тем не менее, мы видим, что вот эти вот социальные штуки, они явно стелятся поверх биологических и очень сильно их пересиливают. Что касается вот нации, да, я понимаю, почему хочется назвать нации примерно любое человеческое сообщество на протяжении истории, да, потому что эти сообщества были, они очевидным образом объединялись и так далее, но, тем не менее, нации принято называть не любое сообщество и даже не полис, там, как у римлян, у греков, а нечто довольно специфическое, что начало появляться только в 18 веке. Да, разумеется, оно появилось не на ровном месте, представление о национализме, оно не прилетело откуда-то с Марса, да, не было такого, что кто-то сидел в кабинете, щелкнул по пальцами и сказал, что вот я придумал, что давайте жить так-то. Разумеется, это представление о нациях и национализме, оно выросло из более ранних доктрин, из более ранних традиций, наверное, в том числе и, наверное, даже в первую очередь из республиканской традиции, то есть из вот этих самых представлений, которые доминировали в античности, которые доминировали в городах, государствах и так далее. Но то, что это представление распространилось на целые страны, где жили там десятки миллионов людей, именно вот это стало прорывом, понимаешь? Вот раньше такого не было. Раньше был город, раньше были люди, которых ты, если не знаешь лично, то более-менее можешь видеть, а представление о том, что в твоей общности, причем вне религиозных рамок, могут состоять миллионы других людей, которых ты никогда в жизни не увидишь, с которыми ты никогда в жизни не познакомишься, но тем не менее, это твои сограждане, ради которых ты готов там убивать и умирать, вот это начало распространяться именно в 18 веке, потому что сложились определенные там исторические, политические, экономические, технологические и прочие условия. Окей, Миш, ты назвал, то есть ты когда говорил долго, что там вот все это вышло из-за республиканизма, я все думал, ну хорошо, окей, республиканизм и национализм – это разные вещи, но назови хоть тогда хоть одно отличие, если, там, не знаю, это квадрат, это квадрат, а это, там, не знаю, а это круг, да, объясни, в чем разница, если это разные фигуры. Окей, ты попытался объяснить. Хорошо, ну берем простую вещь. Ну, про римлян говорить очень легко, я могу начать с евреев, потому что, ну, про римлян, я думаю, ты и сам знаешь, я не очень понимаю, почему ты просто это игнорируешь, этот фактор, да, я прежде всего говорю про то, что римляне, находясь на разных концах своей империи, отождествляли себя друг с другом, считали римлянами, они не считали, что это какие-то чужие люди, они готовы были убивать друг за друга, умирать, ну и так далее. И это описывают, собственно, все те самые римские историки, на которых я ссылался. Если мы говорим про евреев, то есть просто, ну, ты, наверное, просто про эту историю не знаешь, она, как бы, ее не про все истории, не все евреи про эту историю узнают, она не самая, как бы, известная, но, тем не менее, ты можешь, потом захочешь, заинтересуешься на досуге почитать. Все слышали, наверное, про иудейскую войну, да, там Иосиф Флавий все это описал, и тому подобное, там, да, евреи восстали против римлян, получили пизды, и все, и в жопе оказались. Вот, но в реальности там все было не так быстро, то есть была вот эта иудейская война, через 60 лет после этого была еще одна война, довольно такая серьезная, восстание Барховка называлось, вот уже поражение в этом восстании, уже после этого началось изгнание постепенно евреев, да, из этой территории. А в промежутке между этими двумя войнами считается, что некоторые считают, что восстание Барховы это вторая иудейская война, а некоторые считают, что третья. Почему некоторые считают, что третья? Потому что в промежутке между этими двумя войнами началось восстание в диаспоре. Это довольно забавная вещь, которую сегодня, ну, вот нихуя не представишь, а, в принципе, наверное, для антисемитов это была бы очень крутая история, да, если бы они ее знали. Что происходило? Римляне уже победили евреев иудеи, там уже, то есть они там все контролировали. Многие евреи жили тогда в диаспоре, да, конкретно в Египте и на Кипре. А еще много евреев жило в Парфи, да, Парфианское государство, ну, предшественница сандийского Ирана. И римляне, я не помню, Троян, по-моему, это был до Адриана, который император, Троян, да, они пошли давать пизды Парфианам. Пошли давать пизды Парфианам и начали воевать. А местные евреи, которые были, жили в Парфи, они очень были лояльны этому государству, они встали на защиту Парфи, очень активно встали на защиту, вот, и римляне стали хуярить местных евреев. Так вот, евреи, которые жили в Римской империи, в диаспоре, узнав, что римляне хуярят евреев, которые вообще в другом государстве живут. Парфи, другая страна вообще, и территория очень большая, они в тылу восстали. Восстали так, что на какой-то момент они захватили весь Кипр и захватили там большую часть Египта. Ну, не большую часть, окей, но там немалую часть побережья Египта, где Александрия и так далее, часть Ливии они захватили. Вот, там это восстание продолжалось два года. Они два года хуярились, захерачили там, не знаю, захреначили немало местного населения, тогда там грехи жили. И все это из чувства солидарности с людьми, которых они не видели, потому что это античный мир, как ты понимаешь, что они тех хуя знают где. Но до них дошла эта вещь, и они восстаются. Назвать это чем-то другим, кроме сейчас, кроме национализма и осознанием единонациональной принадлежности, я не могу. Я никак не могу. Как я не могу назвать ничем другим, когда мы читаем про Ганнибала и какие-то, не знаю, мы читаем римских историков про него, но тем не менее, когда пытаются описывать мотивации Ганнибала поступать так-то и так-то, это чувак, который, не знаю, пытается спасти свой ебучий родной Карфаген, в котором он там был, не знаю, когда ему было 6 лет, его оттуда потом забрали. Да, но он себя считает пуном, он считает себя солидарным не просто с этим городом, а с этой общностью. У него 100% солидарность. Я таких примеров могу привести, то есть при римляне, евреи, финикийцы, соответственно, пунийцы, да, пуны, можно говорить про сирийцев, можно, конечно, поговорить про Персидскую империю, про персов, если мы говорим про какие-то источники по ней. То есть везде, вот это точно, ну, это и есть национализм, вот есть нация. И очень кратко про евреев. Я не хочу подтверждать антисемитские стереотипы, хотя, хули это, платите мне деньги, да, я шучу. Вот то, о чем ты сказал, что вот это мнение, что евреи как-то отличались, это как бы неверное мнение. Я согласен с тобой, когда в том, что говорить, что евреи отличались, там, не знаю, потому что они были более умные или какие-то более, не знаю, более лучшие, это и вправду неверно, потому что евреи не были более умными или более лучшим. Но евреи, да, выделялись. Ну, это факт. И выделялись не только религиозным элементом, но, правда, по целому ряду моментов были какие-то этнически врожденные вещи, которые выделяли евреи. Евреи были более социально активные. Евреи больше, более быстро интегрировались. Евреи были, скажем так, быстрее как-то... В этом был социальный конструкт, несомненно. То есть, отрицать определенный элемент социального конструкта нельзя. Но огромный фактор был и врожденный. Евреи быстрее пытались чего-то добиться. И так далее, и тому подобное. И сегодня говорят, что там, не знаю, на какой там процент евреев, нобельских лауреатов, 10%, по-моему, при том, что евреи ставляют 0,1 или 0,2% в общем мировом населении, что вот это никак ДНК не детерминировано. Ну, можно так говорить, но это странно. Но как тогда ты это объяснишь? Еще раз, я не хочу... То есть, я хочу подчеркнуть, что это не связано с тем, что евреи лучше или хуже, умнее или глупее. Это связано с тем, что есть и вправду определенная детерминированность будущего человека, его ДНК. То есть, ну, есть этот врожденный фактор, и он очень важен, и он у всех народов важен. Его нельзя сбрасывать с счетов. Этот фактор, на мой взгляд, доминирующий. Ну, понимаешь, просто у всех народов есть какое-то предпредставление, есть какие-то вещи, которые отвечают на вопрос, а почему вот именно они-то такие особенные и охуенные, да? Так я не говорю, что евреи особенно охуенные. Я тебе предлагаю статистику, Миша, посмотреть, да, там, сколько евреев в Нобелевске поря. Это не значит, что они охуенные. Окей, сколько евреев пошло в революцию и сотворило всякую хуйню? Тоже очень много. И это не... Я не говорю, что евреи лучше. Я говорю, что евреи... У евреев повышенная социальная активность. Это факт. Она в разную сторону повышенная. Да, ну ты завуалированно говоришь о том, что евреи самые охуенные. Нет, ну слушай, ну окей, давай так. Евреи стоят у истоков и марксизма, и либертарианства. Ты с этим согласен? Нет, конечно. Почему? Ну, это... Окей, почему? Джон Лок евреем был. А, окей, ты либертарианство, что понимаешь. Я просто... Окей, окей, хорошо. Я сейчас либертарианство как раз под Анкап подписал. Хорошо. Истоков Анкапа тогда стоят. Хорошо, окей. Можно так. Есть масса идеологических моментов, которые... Идеологи, скажем, зарождение которых евреи приняли участие, и потом эти идеологи с евреевством, с иудаизмом никак не сочетались. Чисто это евреям принесло только минусы. Это не говорит о том, что евреи лучше. Я говорю, а повышенная социальная симуляция. Анкап можете забирать, мне не жалко. А либерализм классический не троньте, да? Ну, смотри, что касается древнего мира, ты мне скажи, каким образом тогда определялась принадлежность к еврейскому сообществу? И можно было ли быть частью этого еврейского сообщества, не будучи собственно иудеем, и не поклоняясь строго определенному Богу? Это хороший очень вопрос, Миша, на самом деле. Очень хороший вопрос. Смотри, если ты спросишь современного религиозного еврея, он тебе скажет, что надо было просто родиться от мамы еврейки. Конечно, в идеале ты должен поклоняться определенному Богу, но можешь и не поклоняться. И поэтому сегодня ты можешь быть рожденным от мамы еврейки, при этом быть атеистом, быть христианином, неважно. То есть быть не иудеем по факту. Сегодня, да. Можно было. Да, да, да. Я про сегодня. Он тебе скажет, быть атеистом и при этом быть чайщиком. Я тебя слышу, слышу, да. Религиозный человек тебе скажет, что да, конечно, что это не изменилось. Я так не совсем думаю, я тебе могу сказать, как я это вижу, исходя из... У нас есть определенные нерелигиозные источники по еврейской истории. Сам, конечно, это Иосиф Флавий. Это практически наше все, но тем не менее. Есть еще некоторые. Так вот, если мы смотрим того же Иосифа Флавия, то да, конечно, то есть я просто... В чем я не согласен с, собственно говоря, с современными религиозными исследователями, так назовем, я не согласен в том, что тогда еврейство передавалось по матери. То есть я убежден, что если у тебя там и мама, и папа евреи, ты родился в древней Иудее, ты, может, и ни хера не соблюдаешь. Ты какой-нибудь, не знаю, Ирод там... Сын Агриппы, там был такой Ирод Агриппы, который, ну, формально и неформально про него пишет, он ни хера не соблюдал. То есть ему он на все это клал с огромным болтом. Ну, конечно, ты еврей. То есть ты неправильный еврей, ты нехороший еврей. Ты там... Тебя назовут евреем-гондоном. Но ты все равно еврей. То есть это, это как бы, ну, вот такая данность. Вот. Точно так же, как... Точно так же в мире, как в римляне. Одно дело быть плохим евреем, другое дело заявлять в лоб, что, вы знаете, я в вашего бога не верю, я вообще атеист. Вот. И хочу там, не знаю... Ну, пожалуйста, Миша, пожалуйста. Говорить на латыни, а не на юриде. хорошо. Это другое дело, да? Ради бога. Давай возьмем историю. Ну, во-первых, я уверен, что и тогда это все было. И, как бы... И опять же, то есть, мы с тобой не можем сейчас сесть на машину времени и, там, не знаю, перенестись туда, но исходя из тех... Ну, тогда не было атеизма, но были эллинизированные евреи. Почему был атеизм? Ну, в нынешнем понимании, в чистом виде его, скажем так... Но у греков он точно был... Ну, это не совсем... Я понимаю, что он говорит, что он не совсем в современном виде атеизма. Окей, неважно. Хорошо, были эллинизированные евреи, которые поклонялись Зевсу, которые поклонялись... Ну, они были евреями. То есть, и читал, что почему мы знаем, что они были евреями? Потому что те, кто с ними воевал, это трушные евреи, это времена Хануки, царство Сашманеев, да, они признавали... Они говорили, что мы воюем с братьями своими. То есть, они признавали их евреями, типа, мы воюем с ними, потому что они гондоны, да, потому что они не тому Богу поклоняются. Вот. Забыли истоки, традиционализм, вся хуйня, вот. Типа, деваки ебучие, которые не разделяли вот эту религиозную тему. То есть, их из евреев все-таки определенным образом выписывали. Их не вы, наоборот, их не выписывали. С ними воевали, потому что они, как бы, были две группы, которые претендовали на власть в еврейском народе. Но это было целостность, целый, как бы, народ, единый. Да, и была эллинизированная группа, и была вот эта трушная группа традиционалистов. И победили традиционалисты. Но то, они почему воевали друг с другом? И потому, что кто-то хотел кого-то выписать. Тогда они просто разошлись, как бы, окей. А именно, чтобы определить будущую судьбу народа. Поэтому они и воевали, потому что ощущали себя единым целым. Я тебе могу дать пример, что ты можешь пощупать руками. как некую обособленную группу, тем не менее. Их не раз... Смотри, это говорить, как сегодня, я не знаю, русская, российская, ну, вот есть русские, да, там, не знаю, есть российская... Есть те, кто оппозиционеры, и те, кто там русские, которые там за Путина. И эти две рассматриваются, как две обособленные группы. Они могут так рассматриваться, но и те, и те русские, все это признают. Как бы, и глупо это отрицать. Тут то же самое, да, то есть, что вот сейчас там русские, это нация, что тогда евреи, две с половиной, сколько там, почти две с половиной, да, тысячи лет, но меньше, чем две с половиной, тысячи лет назад, евреи тоже были нацией. Но это не только евреи-то были нации, были другие нации. То есть, ну нет, твой тейк, он здесь, ну, мне же не подходит. Я могу тебе дать пример, который ты можешь пощупать больше руками, потому что он ближе к нашему времени. Это там, барук Спиноза. Ну, я думаю, ты знаешь, кто это, да? Слушайте, кто это? Да. Ну, ты сам сейчас по факту подтвердил, что евреи были со сообществом, завязанным на религию, а не на... Нет, Миша, я не подтвердил это. Нет. Ну, как раз я тебе сказал, что был промежуток времени, во-первых, был промежуток времени, когда иудаизм вообще не был единой религией, там было 2 больших направления разных, там Садуки, Фарисеи, современные евреи, это потомки фарисеев. И был большой промежуток времени, когда были и ленисты, и были вот эти трушные евреи. И те, и те считались евреями, потому что единый объединяющий фактор, это, что они воевали друг с другом. Они воевали, ну, они изначально друг другу не воевали, они воевали, когда стали бороться за власть. Они воевали из-за борьбы за власть, кто будет основным. Они не выписывали друг друга из евреев. Короче, открой книгу Хашманеев просто. Вот, собственно, я об этом и говорю. Да не, Миш, ты про другое говоришь. Для того, чтобы люди в сообществе, которые придерживаются разных религиозных... Миш, Баруха Спиноза, возьми Баруха Спиноза. ...стали воевать, для этого потребовалось дожить до 18 века. Нет, не потребовалось этого дожить до 18 века. Во-первых, и до этого люди воевали. Во-вторых, это вообще не связанные вещи. Они и сейчас могут воевать из-за этого. Это никак не связано. Возьми историю Баруха Спиноза, пожалуйста. Чувак из 17 века. До того времени, о котором ты говоришь. Его выписали по полной, он сам себя не ищет. Им на него хэром наложили. Он не считает себя иудеем. Он при этом пишет везде, что он остается евреем. И евреи его тоже считают евреем. Не про тех, кто сегодня, а про современников. При том, что на него наложили хэром. Хэром – это отлучение от общины. Но его все равно все считают евреем. И, кстати, когда он умрет, его похоронили не по еврейским обычаям. Но был большой спор, что он же все равно еврей. А чего надо хоронить по еврейским обычаям? А в итоге по другим причинам этого не сделали. То есть, ну, еще раз, Миша, я понимаю, в чем твой тейк, но нет. Я могу, ты можешь взять пример какой-нибудь другой национальности, не евреев, и ты увидишь, что то же самое. Что там, не знаю, были римляне-христиане, были римляне-язычники. И они там долгое время существовали вполне мирно. Потом начали хуярить друг друга. Потому что это была, опять же, борьба за власть. Но они существовали. И те, и те считались римлянами. Окей. Ну и в какой-то момент христианство в Римской империи, точнее, в основной Римской империи уже, победило и стало обязательным. В какой-то момент кто-то всегда побеждает и становится более обязательным. Это мы живем, мы недолгое время живем в ситуации, когда такое мультикультурное общество, либеральное, это вот только последнее время. Почти всегда кто-то доминирует и становится более, и то, значит, обязательным. Я с тобой не согласен. То есть, оставались те, что мы евреи, оставались язычники. Я скажу тебе, что вот это вот мультикультурное, как ты говоришь, общество, оно появилось не так давно. Но оно не в 18 веке появилось, но это не связано с появлением... Вот пример настоящего национализма. Это государство США, где было 100-500 протестантских динаминаций, плюс католики все друг друга ненавидели, все друг друга считали еретиками, но, тем не менее, в конце 18 века из этого всего формируется единое американское государство, где люди договариваются, что, окей, мы все разные, у нас очень разные взгляды на религию и посмертную жизнь, но, тем не менее, мы хотим стать неким американским народом. И вот в этом было принципиальное отличие от того, что было раньше. Миш, ты понимаешь, что... Окей, ты не договорил, давай. И вот это и было тем самым националистическим прорывом, который появился только в 18-19 веках. Миш, ты просто... Твоя вот особенность в том, что ты воспринимаешь современную историю как некий конечный продукт, что, как бы, опс, мы сейчас, типа, в точке финала. А это не так. Как бы, та история, о которой ты говоришь, это какая-то история 200 лет лидится, а если ты говоришь про мультикультурную историю, то и такого всеобщего либерализма, когда все разрешено, и кто угодно тут может быть, да, так это 50-70 лет, но это послевоенная история, после Второй мировой. И это лишь небольшой промежуток истории, да, если мы говорим про глобальное. Так вот такие промежутки истории, когда абсолютно мирно существовали, ну, в одном народе разные религии, и все равно народ считался единым народом, такое уже было очень разных, опять же, национальностей в разные исторические периоды. Если мы берем Римскую империю, то так или иначе язычники и христиане сосуществовали друг с другом в этой империи относительно, плюс-минус относительно адекватно 200 лет. Потом там началась борьба, потом там, когда христиан начали, сначала там их начали притеснять, но они их начали притеснять, почему? Потому что они стали бороться за эту власть, да, потом они, наоборот, их фактически признали главенствующей религией, Никейский собор, они в этот момент отделяются сразу от евреев максимально, да, потом Юлиан отступник, то есть, но 200 лет было относительно, что как бы, ну, жили и жили. Да, здесь тоже... Нет, но, разумеется, это было у Рима, но это было бы... Нет, 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 ты просто считаешь, что сегодня это некие конечные продукты, ну, завтра в Америке могут появляться этнические чистки, почему думаешь, что этого не произойдет? Нет, одобреет. То есть, те периоды... Да, это вообще ужасно, я согласен. Те периоды благости, которые вот есть, которые сейчас, они были и раньше, и поэтому, когда ты, пытаешься под эти периоды благости подписать понятие национализма, но это не тейк, то есть, тогда, во-первых, и в этом случае национализм был до этого, но, собственно говоря, с этими периодами благости национализм никак не связан. С национализм связан, ты дал изначальное определение, ты говорил про этничность, ты говорил про общность какой-то ментальности, культуры, ты дал еще политическую дополнительную, политическую субъектность. Это как раз более спорный момент, он ближе к гражданскому национализму, то есть, я считаю, что могут, в принципе, нации отчасти и без политической субъектности, но пусть будет политической. Так это все было в античности у разных народов. Это все было, это не какой-то отдельный вид там республиканистов. Это и были нации. Они были уже тогда. Нет, но это было у римлян, это было у греков, и именно поэтому я... А у перцев этого не было? Вот у перцев, Миш, этого не было? У перцев этого не было, по-моему. Ну, у них было очень жесткое стратифицированное общество, да. Стратифицированное общество было. Ну, ты... Давай говори. Ты либо элит, либо раб, да? И большинство там было скорее в арабском положении. Ну, а это другое. Это не было связано со стратификацией, скажем так, общей имперской. То есть, если ты был персом, то есть, было понятие все равно, что ты перс. Перцы практически всегда были более... Это была такая нацистская немного империя, если так можно сказать, да. Персы были всегда немного на более привилегированном положении, чем не персы в этой империи. Но было абсолютное единство между персами, которые жили в центре империи, которые жили в захваченном Египте, которые жили там... Ну, и так далее, да. То есть, это была абсолютно как бы единая система. А как определяли перцы? Что у тебя мама и папа перцы. Нет? Что-то так не определяют... Перцы, это тот, кто происходит из правильной семьи, да? То есть, это аристократия типичная. Что-нибудь аристократия, но это этнический момент. Я могу тебе сказать, как определять евреев в большей степени. Это аристократический момент. Нет, Миша, это этнический момент. Если у тебя просто... Евреев определяли по религии, в первую очередь. Ну, нет. Не определяли по религии. Ну, да. Ну, нет. Ну, да. Ну, нет. Окей, Миш, ну хорошо, почитай Восифов Владимир. Ну нет, они определяли по религии. Я понимаю, что если хочешь, ты ищешь какую-то логическую зацепку, и твоя логическая зацепка, что тогда все было вокруг религии, а вот сейчас стало вот это национальное общество, это и так далее. Но это не так. Этнический фактор был и тогда. Я так не говорил. Вот у римлян и греков не было все вокруг религии, поэтому и у перцев не было вокруг религии. Республика это прообраз нации, да, это точно. А имперский Рим хорошо. Почему он отличается от республиканского? У евреев все было вокруг религии, ну это факт. Ну нет, Миш, ну хорошо, окей. Ну я говорю, почитаю все Флавия, но просто ты берешь как бы очень такой, я не знаю, видимо, я не хочу сказать о поверхности взгляд, но видимо этот взгляд как бы распространенный, он был распространен, наверное, еще в Российской империи, а именно, что там евреи равно иудей, это как раз было связано, наверное, наверное, с таким вообще идущим из Средневековья желанием крестить евреев, да, и что, соответственно, евреи равно иудеи, и как бы вот так. Но нет, это... То есть понятно, что иудаизм это некий культурный код еврейства, и очень важно сохранять это все, и сегодня считают это важно, но этнический фактор никто не отрицал, и всегда это был, прежде всего, этнический элемент. Всегда. И мы это... Ну, слушай, ты это можешь читать, там, я не знаю, то есть, ну, в Танахе-то напрямую идет указание, что там, не знаю, какой-нибудь чувак, это, кстати, по поводу того, что там, у кого мама еврей, у кого папа еврей, там есть чувак, у которого там папа еврей, мама не еврейка, и ему говорят, да, ты, да, ты еврей, типа. И обратно, и как бы это не связано вообще с иудаизмом, вообще никак, просто, ну, ты еврей. Вот. А была здесь обратная ситуация, когда там, не знаю, мама, у него мама еврейка, а папа не еврей. И он говорит, я вот дохуя иудею. И он говорит, нет, ты нихуя, ты вообще не иудей. В Танахе есть, там, примеры такие. Это как раз из этого выводится, что у евреев национальность по матери стало передаваться позже. То есть, ну, конечно, этнический фактор он был всегда. И он был... У персов ты, в принципе, ты же не споришь, ты просто пытаешься сказать, что то, что у них элита была, вот, скажем так, этнической, ты пытаешься по этому поводу построить какое-то именно сословное, показать, что это сословное общество. Но нет, у них просто элита сочеталась с определенной национальностью. Но эта элита была просто национальной. То есть, национальный фактор в Персидской империи никуда не ушел. Он оставался. Сатаник стоит, 100 рублей. Миш, 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 извините, расскажите вкратце, что такое политика идентичности. На Пожарского, надеюсь, он сможет взять в этих дебатах реванш за всех русских. Вот это смешно. Что такое политика идентичности. Ну, кто-нибудь не хочет перевзять этот вопрос? Ну, мне за это не заплатили. Хорошо. Миш, и надо брать за всех русских. Нет, ну, мне тоже не заплатили. Ну, собственно, политика идентичности это как раз как бы это так сформулировать так, чтобы кратко, да. Ну, это, в общем, вот это все представление современных левых о том, что вот мы все поделены на некоторые конкурирующие группы, которые не могут между собой не то, что даже ужиться, а просто пересекаться. Ну, но, собственно, здесь история такая, что, да, вот у Маркса была вся эта тема про классовую борьбу, да, и у него было такое различие под названием класс в себе и класс для себя. То есть это, грубо говоря, представление о том, что в какой-то момент истории класс, он не понимает, что он подвергается эксплуатации и прочим нехорошим вещам, а потом, значит, люди осознают, что они эксплуатируемые и начинают бороться за свои интересы. Но как-то, в общем, не срослось. Почему-то в 20 веке рабочие не стали бороться за свои интересы, не осознали себя в качестве класса, да, а почему-то они даже во многом, сволочи, стали голосовать в Европе и Америке за консерваторов, значит, и прочих нехороших людей. В какой-то момент левые они переключились на то, чтобы окучивать другие социальные группы и называть их главными угнетенными. Ну, то есть, понятное дело, что это всякие этнические сообщества, что это ЛГБТ, что это там женщины и прочее, прочее. Вот. И вот примерно на этой почве выросла политика идентичности. Я хочу, я хочу это... А, ты мне говоришь? Если что, я думаю, Анатолий может дополнить, как человек более близкий к университетской культуре США, где все процветает и развивается. Я могу сказать, что мы пока проебали с тобой, Миша, эти донаты, потому что в прошлый раз Толя собрал тысяч 6, а сейчас какие-то ебучие 700 рублей. Я считаю, что вот если здесь нас слушают честные русские националисты, они просто обязаны... Евреи падают в цене, да? Не-не-не, там 600 из них за тебя, поэтому... Как бы они обязаны сейчас заплатить на Мишу, потому что по-другому, он отстаивает честь русского народа. Ребят, ну что, честь русского народа стоит 600 рублей, вы охуели, блин. Ну давайте, как тоже активнее. А про это я хотел добавить на политику идентичности, что там есть такой важный момент, что типа чувак должен... Человек, который часть вот этой какой-то идентичности, этой группы, он, соответственно, голосует, чувствует и вообще живет в рамках вот этой ментальности и, скажем так, и в рамках той идеологии, которая задает эта идентичность, тех, скажем, задач, которые есть перед идентичностью. Условно говоря, если ты женщина, то ты, по идее, априори должна быть, не знаю, голосовать за феминисток, за каких-то таких левых ребят. Если ты еврей, то то же самое. Ну и тому подобное. То есть, и в принципе рассматривается глобально не личность, а вот эта социальная группа. Социальная, не обязательно социальная. И, соответственно, все рассматривается не как столкновение личности, а как столкновение вот этих групп. И, соответственно, вот, например, это было тоже, наверное, забавно. Мне в свое время, когда я только начинал заниматься всей этой херней, говорили, что я предатель еврейского народа. Почему? Потому что, ну, это не так говорили особо одаренные люди, тоже евреи. Почему? Потому что еврей, он должен быть левым, потому что это наша такая социально-этническая идентичность. Типа, если ты не левый еврей, то это вот как бы ты предаешь свою идентичность. Ну, то есть, понятно, что, конечно, вся эта политика идентичности, она полная хуета, но забавно, что, на мой взгляд, отчасти Трамп выиграл в этой политике, поскольку он сыграл на этой теме, что, типа, белые мужчины, вот, голосуйте за меня, да, типа, я вас представляю. Ну, как бы он это не озвучивал напрямую, а частью на этом сыграл. Вот, и за счет этого, по сути, пришел к власти. Не, ну, собственно, есть мнение, что и альт-райд, и такое там продолжение политики, технических... Да, да, согласен. Согласен. Вот, даже этот самый, как Джордан Питерсон, до того, как совсем ебанулся, он много... Миш, ну, блядь, ну ты не трогай святое, нахуй, а? Ну, святое-то, блядь, сука, не трожь. Жерт, господи. Джордан Питерсон после лечения в московском, значит, наркодиспансере отлично сыграл Равина Зельбермана у меня на сходке, то есть просто на 10 из 10. А, это он был? Конечно. Не признал. Так а там можно просто сверить фотографии, как бы, лица. Ну да. Очевидно. Я, смотри, я согласен с тем, что Альд Райт это политика идентичности во многом, да? Ну и вообще, как бы, то есть это играет же во все стороны. То есть это использовали леваки, но сегодня, как бы, такие нездоровые правые группы это тоже используют. В принципе, конечно, это абсолютно нездоровые. я тебе скажу, что твое представление о том, что вот у нас много определенных, большая часть определяется какими-то врожденными признаками, там, этничностью и прочим, прочим. Это тоже политика идентичности. Нет. Теория подковы уже пошла. Я понял. не связано. Крайности смыкаются. Я понял. Не, не связано. Спасибо за крайности. Не связано это никак, потому что то, что есть какая-то, что ДНК что-то терминирует, многое, это не значит, что люди потом в этой общности, они одинаковые. Они могут быть похожи как-то ментальностью, они могут похожи быть какими-то вещами здоровым и так далее. Они могут иметь прямо противоположные политические взгляды. А политика идентичности, она, конечно, прежде всего про политику, она поэтому и политика, она про политические взгляды и тому подобное. А это вообще никак не связаны вещи. Поэтому нет, тут ничего общего нет. Слушай, ну еще после этого ты еще интересуешься, почему тебя они не хотят признавать феминистом. Потому что у тебя нет определенных врожденных признаков. Интересное мнение. Смотри, тут я готов как раз с тобой частично согласиться, да, врожденных признаков нет. Но, как тебе сказать, я не вижу знака равенства, ну если без троллинга, я не вижу знака равенства между признанием того, что есть врожденные факторы, это просто биология, и между тем, что они детерминируют жизнь человека в будущем, вот, и дальнейшем как-то дискриминации человека по этим врожденным факторам, ущемлению его и тому подобное. на мой взгляд, очевидно, что вот есть белочка, есть медвежонок. Это факт, что они разные. Но это не значит, что белочка должна быть хуже медвежонка и наоборот. Ну, вот так вот. Нет, ну, очевидно, что если этничность у тебя что-то А если мы говорим про феминизм, то это же политическое движение, Михаил. Это политическое движение, как и сионизм. И здесь нет проблем, то есть для того, чтобы бороться за права белочек, не обязательно быть белочкой, мы это уже выяснили. Ну, вообще не обязательно. Поэтому, чтобы быть феминистом, да, не обязательно быть, нельзя, почему можно быть мужчиной феминистом. Вообще в этой проблеме нет. Кстати, кстати, раньше так и было. То есть раньше мужик феминист, он назывался феминистом. Если мы говорим, вот да, если мы говорим, там 80-е, 70-е, такие бородатые годы, там не было с этим проблем. Да, это сегодня, это же западный тренд, что как бы надо разделять, типа, чуваков, которые вот мужик феминист, да, и баба феминистка. Это не одно и то же. Это сейчас это пошло. Раньше этого не было. Поэтому, когда я говорю, что феминизм сегодня нездоровое явление, не то, что я раньше был бы за феминизм, там другие были проблемы, но сегодня это совсем вот, простите, из-за фашизм. Не, ну, понимаешь, они все всего лишь говорят о том, что раз, раз, да, этничность что-то там определяет врожденное, хотя это там, ну, не знаю, там, какая-нибудь одна тысячная процента информации, содержащаяся в ДНК, то как, когда у тебя целая разная хромосома, то это определяет гораздо больше. Ну, я не согласен про одну тысячную, я согласен, что разные хромосомы многое определяют. Как это имеет, то есть это не должно влиять на политику, какая связь как бы. Ну, да, разные, ну и что. Я еще раз, я, 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 я не троллю сейчас, я по-серьезному. Стоп, 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 то есть этничность, она все-таки не определяет политику и никак на нее не влияет. Человек может быть любого этноса и иметь разные политические взгляды. ДНК детерминирует человечество, планет здоровья, планет электр. Ну, давай. Чтобы быть евреем, этничность не нужна вообще. Почему, чтобы быть евреем, этничность не нужна? Ну, 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 потому что я, еврея, это политические взгляды. Почему еврея, это политические взгляды? Миш, ну, очень толсто, ну, пиздецки толсто. Толще, чем у Погрома, блядь. То есть, Погром сейчас похудел, блядь, окончательно. Он, во-первых, похудел, во-вторых, я пытаюсь... Да не фатфеймингом заняться. Разобраться просто, потому что... Давай, разобраться. Ты в одной ситуации говоришь, что этничность, это дико важно, что это определяет твою принадлежность сообществу, что это влияет на политические взгляды и так далее. Вот, и тут же ты... Где я сказал, что этничность влияет на политические взгляды? Это как бы никак не связано там врожденной политической. Где я сказал, что... Миш, 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 где я сказал, что этничность влияет на политические взгляды? Ну, твоя принадлежность к сообществу, ценности, которые ты отстаиваешь, она влияет на политические взгляды или нет? Ну, получается, что нет, потому что большая часть моего сообщества имеют иные политические... Ну, как, в Израиле, наверное, уже не большая часть, а в России, наверное, процентов 70-80, да? Эти политические взгляды отличаются от моих, поэтому, ну, нет. Я говорю о том, что этничность... я могу еще раз повторить эту фразу, что ДНК детерминирует очень многое в человеке. Точно не меньше половины, скажем так, будущего человека определяются какими-то врожденными фактами. Интеллект, какие-то особенности эмоционального структура человека, ну, и так далее, и тому подобное. Политические взгляды это абсолютно другая вещь. То есть, от того, что ты, не знаю, родился чеченцем, это не значит, что ты будешь традиционалистом либо либералом. Это уже и вправду социальный конструкт. Политические взгляды с ДНК все-таки не связаны. А ты говоришь, что связаны? А, ну, Миш, я помню твои старые взгляды, окей, да, тогда логично. Ну, то есть, не связаны политические взгляды и ДНК. А ты считаешь, что связаны? Я там, я... Я у тебя спрашиваю. Я сказал до этого минут... Я и до этого еще это говорил, а последний минут 10, раз, что нет, это не связано. Ты, видимо, считаешь, что связаны. А принадлежность к сообществу и политические взгляды связаны? Что же принадлежность к сообществу? Ну, к политическому сообществу... Политическое сообщество? Например, сионисты. Это политическое сообщество, правильно? Да, но не этническое. Есть неевреи-сионисты. Ну, это никакие... Связаны ли... Связаны ли... Есть неевреи-сионисты. Что не связано, Миш? Более того, среди сионистов есть очень разные политические взгляды. И раньше доминировали левые, сейчас доминируют правые. Ага, то есть, что же это получается, что политические взгляды это что же... Мисты хреновый пример просто. Социальные конструкции? Ты и так не раскачаешь, но ты совсем хреновый пример просто выбрал. Ну, давай дальше. Ну, то есть, у нас что, получается, что политические взгляды это чисто социальный конструктор? Безо всякого ДНК? Ну, политические взгляды, скорее всего, это больше социальный конструктор, несомненно. Ну... То есть, я допускаю, что, наверное, какие-то... Что и требовалось доказать. Ну, нет, я не знаю, что ты хотел доказать, правда. Вот. То есть, я допускаю, что политические взгляды немного, как и на очень многое в жизни может влиять какие-то и врожденные элементы, там, я не знаю, что там считается, что есть теория, что, не знаю, люди, которые правы, у них там от врожденных, врожденных, не знаю, меньше эмоциональность, меньше эмпатичность, да, ну, и так далее. То есть, есть такие теории, но это больше все-таки теоретические выкладки. Вот. А если мы говорим про... по-серьезному, конечно, политические взгляды это социальный конструктор. Но только это никак не относится к тому, о чем мы говорили до этого. Прежде всего, врожденные вещи предупредляют все акторы здоровья, что-то связанное с интеллектом, что-то связанное с эмоциональным наполнением. Ну, ничего не связано с партнерством политического. Все они смогут левым и правым, Миша. Что ты пытаешься доказать? ты не в ту сторону, ты вообще, и примеры, и так не докажешь, но и примеры ты совсем не те стал брать, ты берешь то, в чем я прям разбираюсь. Ну, давай. Еще что-то? Да нет, я... Хорошо. Я согласен с тебе. Так! Давайте... Давайте мы перейдем, короче, к следующим вопросам. Сатаник стоит, 200 рублей. Что-то, когда коргин дышит, слышен какой-то слиз. У него не туберкулез, часом, беспокоюсь. На пожарского. Так политика идентичности, она про врожденные свойства, которые определяют твое положение в иерархии угнетения или наоборот про самоидентификацию, оторванную от биологических свойств? Смотрите, я... Здесь я, короче, вступлю в обсуждение политики идентичности, потому что политика идентичности, она имеет место, как это уже сегодня было замечено, и справа, не слева, но там, где она справа, она про врожденные характеристики, а там, где она слева, она про самоопределение, по большей части. Но при этом это одна и та же политика идентичности. Собственно, почему сложно так дать ей определение? Потому что она не про врожденные характеристики. Потому что мы не можем так сказать, просто потому что мы тогда не вписываем движение в социальной справедливости, там, интерсекциональный феминизм и так далее. Мы тогда его выписываем из политики идентичности. Если мы говорим про культурные, там, социальные конструкты, то мы выписываем ультраправые движения из политики идентичности. А у них зачастую термин идентичности в названии как бы есть. То есть, в общем-то, идентаризм как бы и так далее. То есть, это вполне себе политика идентичности. Я сейчас название не использую как аргумент, а как демонстрацию, скорее, наглядную. То есть, поэтому сложно как-то взять и, значит, очертить, где, собственно, политика идентичности начинается и где она заканчивается. Да, то есть, иными словами, дать ей определение. Политика идентичности... да, ну тут как раз, я думаю, проявляется еще раз вот эта разница между правыми и левыми. Даже вот в том, что ты сказал, и выходит, на что больше давят левые, что все, прежде всего, это социальный конструкт, они и через это видят все как социальный конструкт. А правые, это то, что самое главное, это врожденные вещи. То есть, и вот на этом примере мы тоже вот такое разделение между, условно, между радикальными группами правых и левых, но и здесь мы видим вот именно разделение вот по этому принципу столкновения врожденного и приобретенного. Так, да. Ну, окей, мне здесь кажется связанным вопрос о том, как коммунисты обычно любят оправдываться в отношении того, чем они отличаются от нацистов. то есть, одни совершали геноцид, и другие совершали геноцид, да, только вот нацисты, они плохие, потому что, как бы, вот, перестать евреем быть было нельзя, а вот то, что коммунисты убивали буржуев, ну, как бы, предполагается, что вы же могли пополнить ряды рабочего класса и перестать быть буржуем, правильно? Но, ну, это как бы в теории, но если мы посмотрим на практику, да, то мы увидим, что, собственно, этого было сделать нельзя. И если ты родился в определенный социальный класс, то тебя в большинстве случаев, ну, все окружающие будут воспринимать как принадлежащего к этому социальному классу, поэтому между вот этими как бы врожденными характеристиками и как бы приобретенными характеристиками, но нет такой же принципиальной разницы и вот это и есть вот эта вот сила социального конструкта. Ну, я практически был согласен с Мишей до самого конца, в конце он просто вывел на то, что это все опять же социальный конструктор, разницы никакой нет, но это левачество между чистой воды, а если мы говорим про разные полюсы, то, конечно, они в своих каких-то радикальных вещах, они с кожи, тут сомнений нет, и понятно, что проблема-то она не в том, что люди отличаются друг друга врожденные, или то, что они отличаются друг другу по приобретенным качествам, я же не отрицаю элемент социального конструктора, он тоже есть, проблема в том, когда из-за каких-то врожденных вещей, либо приобретенных человека начинают дискриминировать, вот в чем проблема, то есть это неприемлемо, а то, что факт, что эти различия есть, ну, это просто факт, это просто, ну, это данность. Нет, я говорил о том, что в рамках политики идентичности, собственно, не столь важно приписывают ли тебе какие-то врожденные характеристики, или приобретенные характеристики, потому что результаты для тебя, скажем так, в обоих случаях, ну, они будут примерно один. Не, ну, стопроцентно, что политика идентичности, это плохо. Потому что ты не можешь по собственному желанию, по щелчку пальцев сменить свою идентичность. Да, я с тобой согласен. Даже если она как бы считается приобретенной, там, классовой, какой-то, социальной и так далее. Все верно, просто это не отрицает того, что в принципе у людей при этом есть вещи врожденные и приобретенные, а то, что сама проблема самой политики идентичности, которая разделяет людей, скажем, не просто разделяет, мы вправду разделены, это нормально, что мы разделены. Но когда мы говорим о политике идентичности, она разделяет одновременно с этим дискриминируя, стравливая и так далее. И вот в этом проблема, вот в этой самой, вот это следствие политики идентичности делает эту политику неприемлемой. А само разделение по врожденным вещам, по приобретенным, ну это норма, это часть нашей жизни. Толь, давай дальше, потому что мне скоро, я у Миши пью закончился, а мне платную лекцию сейчас читать. Ну, у меня почти закончилось. Сейчас мы, а сейчас закончится. А ты какое пьешь, Миша? Какая-то ипа из соседнего бара. А, понятно, я ипа не очень. Я тоже. Я себя нефильтрованно люблю. Я наоборот люблю. Более горькое у тебя там? Да, 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 я ипа горькое. Люблю горькое. Ипа, да. Я люблю такое нефильтрованное. Так, Субтитры сделал DimaTorzok